В Твери на улице 2-я Красина столкнулись Киа и ВАЗ. Водитель Киа при повороте налево не пропустил отечественную легковушку, которая двигалась во встречном управлении. Пострадал пассажир Киа, мужчина 2004 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. В Твери на Петербургском шоссе автомобиль Volkswagen Passat совершил наезд на 14-летнего подростка. Юноша переходил дорогу по пешеходному переходу. С места аварии подросток доставлен в больницу. Еще один наезд на улице Орженикидзе автомобиль Шкода сбил мужчину 75-го года рождения, который переходил дорогу по пешеходной зебре. С места аварии травмированный доставлен в больницу. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области присоединились к всероссийской благотворительной акции «Тепло для героя». В Верхневожье в акции участвовали Тверское региональное отделение «Союз десантников» и представители администрации Твери. Сбор и формирование гуманитарной помощи для отправки участникам специальной военной операции проводился на складе общественных организаций «Мы за победу» и «Добро 69». Руководители этих волонтерских проектов в начале февраля были гостями программы «Темы дня». С начала СВО мы по зову сердца, все наши сотрудники Управления приняли коллективом решение участвовать в благотворительных акциях, которые происходят в поддержку наших бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. Но этот год, естественно, не стал исключением для нас. И мы с большим энтузиазмом восприняли предложение от администрации города Тверского регионального отделения «Союз десантников России» «Добро 69» поучаствовать в совместной благотворительной акции по формированию гуманитарного конвоя нашим бойцам, которые воюют за нашу Родину, отстаивают интересы нашей страны, не щадя собственного здоровья и порой даже жизни. В этот раз для наших бойцов приобретено форменное обмундирование средства индивидуальной защиты. Наряду с гуманитарной помощью дети сотрудников подготовили рисунки, письма и поздравительные открытки военнослужащим ко Дню Защитника Отечества. Мы уверены о том, что это благое дело. И та маленькая лепта, которую мы по зову сердца передаем нашим ребятам, она подчеркивает, что мы едины. Старший следователь-криминалист отдела криминалистики регионального следственного комитета полковник юстиции Михаил Никитин провел профилактический урок с учениками 8-9 классов средней школы номер 11 Твери. Тема урока – профилактика подростковой преступности. Детям озвучены отдельные нормы уголовного законодательства, содержащие виды ответственности и размеры наказаний за различные преступления. Затронуты темы опасности вовлечения подростков в совершение преступлений. Рассказаны способы противодействия конфликтных ситуаций и преступному влиянию со стороны других лиц, в том числе посредством сети интернет. Михаил Никитин рассказал школьникам о порядке действий в случае, если подростки стали свидетелями или жертвой преступления. Особое внимание уделено проблеме интенсивного использования интернет-ресурсов, для создания вербовочной ситуации, используемой лидерами экстремистских организаций. Подростки узнали об уголовной ответственности в случае пренебрежения к действующим в обществе правилам поведения и участия в неформальных молодежных объединениях противоправного характера. Михаил Никитин также рассказал ребятам о современных криминалистических методах, позволяющих обнаружить следы преступления. Урок заинтересовал школьников. На все многочисленные вопросы были даны развернутые и исчерпывающие ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова